Обычно каждую пятницу в общественной приемной движении Донецкая Республика выслушивает замечания и просьбы жителей города глава администрации Харциска Виктория Жукова. Пока глава в отпуске, эта ответственная миссия была возложена на ее первого заместителя Олега Подустова. Как бороться с соседями, проживающими за стенкой и ведущими аморальный образ жизни? Примерно так был сформулирован один из первых вопросов, адресованных Олегу Подустову. Петр Михайлович всерьез обеспокоен антисанитарией, которую развели соседи, и просит содействия со стороны администрации в решении этой проблемы. Ситуации пообещали разобраться. Татьяна Ивановна пришла сегодня в общественную приемную, чтобы выяснить, когда же, наконец, заработает лифт в одной из многоэтажек по улице Советской. Олег Подустов сообщил, что подрядная организация уже на следующей неделе постарается закрыть этот вопрос. Кроме того, женщина поинтересовалась, существует ли в городе комендантский час. Регулярный шум от сборища нетрезвых людей у торговой точки вблизи ее дома не смолкает даже в будни. Мы этот вопрос поднимали на еженедельном координационном аппаратном совещании, который проводит Виктория Викторовна. Была реакция полиции. Если это повторно и были не услышаны сотрудники правоохранительных органов или администрация, мы будем выяснять. Пока что я только услышал заявление, а сказать факт я еще не могу. Мне нужно отработать эту заявку именно о работе в ночное время магазина и продаже алкоголя. Естественно, это запрещено. Естественно. Но мы должны подтвердить факт, что это действительно так, и тогда разбираться, как с этим бороться. Следующий посетитель пришел за помощью в получении паспорта. На его просьбу отреагировала присутствующая на приеме начальник УТСЗН Татьяна Кейдун, которая взяла вопрос Харцезянина на контроль. С коллективным обращением пришли сегодня в общественную приемную жители одного из многоквартирных домов на Черемушках. По их словам, в одной из квартир дома проживает одинокая пожилая женщина, которой безотлагательно требуется присмотр. Женщины сетывали, что в июле по вине этой соседки жителям дома пришлось пережить пожар и потоп. Вопрос был также взят на контроль начальника УТСЗН. Житель улицы Патона, для кого визиты в общественную приемную в последнее время стали уже привычным делом, пришел сегодня к первому заму главы городадминистрации, чтобы в очередной раз уточнить сроки ремонта в его доме оголовков лентканалов. Мужчина обращался до месяца назад, и мы на этом приеме, я конкретно ему объяснил, что так быстро, к сожалению, результата увидеть не получится, а связано это с тем, что у нас существуют графики выполнения этих работ. Эти графики составляются по ряду факторов, один из которых это обращение жителей, кто-то обратился еще ранее, и второе это необходимость, критичность выполнения работ. Да, как правило, все обращения, они действительно требуют вмешательства именно сегодня, но таких обращений очень много. В связи с чем предприятия вырисовывают график. Этот график также зависит от количества людей, которые могут выполнять эту работу, которые трудоустроены в службе единого заказчика. Этот график зависит от материалов у службы единого заказчика и, безусловно, от оплаты коммунальных услуг жителями. И, как правило, именно вот этот фактор, последний финансовый фактор, он предопределяющий. Поэтому мы объяснили человеку о том, что результат будет, но не сегодня. И как бы сроки мы не обозначили, но будем стараться все выполнить в этом году при подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Почти десяток харцизян смогли сегодня озвучить свои вопросы первому заместителю главы администрации Харцизка Олегу Подустову. Согласно графику приемов в ОДДР в предстоящий понедельник, 9 августа, встретиться с жителями Харцизка планирует депутат Народного совета ДНР Татьяна Журавлева. Начало приема в 10 часов. Продолжение следует...